впервые в округе реализуется уникальный проект обмен опытом в области науки культуры и бизнеса народа семиш и ненцев подробнее о проекте мы спросим у яна турова он сегодня пришел не один с представительницей народа семиш келли холл и переводчиком ирины тюриковой ребята здравствуйте рада видеть вас в студии я расскажи об этом проекте когда возникла идея его создания и насколько он рассчитан на самом деле подготовка проекта началась еще в мае 2017 года где-то полгода шла подготовительная работа вместе с департаментом природных ресурсов нации сфер миш индейцев и только в ноябре когда было подписано соглашение с американской стороной мы приступили подготовки вот ну и сейчас можно сказать активная фаза этого проекта когда ну реализуется основная задача то есть это встреча с эмиш индейцев и ненцев где происходят контакты в разных ну в основных направлениях проекта первая встреча она была рассчитана на сколько ну вот мы находимся здесь со 2 апреля две недели идет плотная работа по основным направлениям проекта это культура это наука и и бизнес я на почему именно выбрал в народность с эмиш ну скажу так значит конечно же определили определяли направление и вектор конечно многое зависело от американской стороны потому что проект анонсируется американской стороной и скажем так здесь была очень большая роль американского научного сообщества которое понимала что есть на самом деле очень много общего между коренными народами севера в частности ненцами и сэмиш ну начнем с того что это северной территории это народы которые объединяет близко природе ну и еще такой немаловажный фактор что значит который был прописан в проектной заявке это взаимодействие с недропользователями значит так допустим на территории сэмиш находится два крупных нефтеперерабатывающих завода месторождения где идет активная добыча нефти ну не секрет что знаем что на территории нау так же идет взаимодействие ненцев и недропользователей и вот опыт взаимодействия с недропользователями это тоже был один из ключевых мосфектов который был заложен в идеологию проекта вопрос наверно больше сейчас будет адресован к еле как выбирались отбирались до делегаты с американской стороны это вопрос для вас Кэлли вы знаете как люди, которые представляют Сэмэш здесь, как они были выбраны в коммунистике? да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да для этого объема как-то для своего рода какая-то мосфектов я был выбран для тех, кто поддерживает как они работают в модуль и я большинство и нашеbecие надеюм в наше-то It's the backbone of our culture and without the language, we lose a lot of our culture. So preserving the language, we can learn our worldview and our connection to our place that has been interrupted by colonization. We can regain that from relearning our language. And so it's my job to teach that and to learn that and to help carry on our culture in that way. And that's the reason why I was chosen. We have a tribal member who works in that department, Toby McLeod. And so he was chosen to be a part of the delegation and business. It was the same thing. We needed somebody who was Samish to be a part of the delegation. So Janet stepped up. — Delegация состоит из трёх членов племени Samish, которые представляют три секции, три департамента нашего правительства. Лично я представляю департамент культуры, и фокус моего внимания сосредоточен на сохранении языка. В данный момент мы теряем язык, поэтому сохранение языка является очень важным моментом, поскольку язык связывает нас с землёй, на которой мы живём. С помощью языка мы формируем... Через язык нам передаётся определённое мировоззрение. И язык претерпел... Точнее, наша культура претерпела изменения, и мы потеряли язык вследствие колонизации. Поэтому в данный момент сохранение языка, его оживление является очень важным вопросом. И этот вопрос как раз я представляю в рамках проекта. Также наш проект направлен на развитие бизнеса, и здесь есть представитель в рамках проекта департамента, занимающегося развитием бизнеса. И то же самое относительно природных ресурсов. Тоби Маклауд представляет природные ресурсы, и в направлении бизнес представляет Джанет Костельеха. Спасибо, Келли. Ян, что удалось посетить в рамках проекта? Какие объекты были или общины выбраны тобой? И почему именно их выбрал? Да, нам удалось посетить Малоземельскую тундру, побывать в семейно-родовое общение Нерута. Скажу так, что мы были, по заверениям оленеводов, мы были первыми, именно как туристы. Но скажу, что, конечно же, это был не туризм, это была полноценная экспедиция. Именно экспедиционный подход, это был один из инструментов. И мы увидели на примере этой общины, как развиваются малые формы хозяйствования у оленеводов. Это такая очень сплоченная бригада, где настоящие труженики-оленеводы, где все очень дисциплинировано. Ну, а коллеги, да, конечно, это был длинный переход, где-то мы преодолели 170 километров в одну сторону. Но коллеги, американские гости, эксперты, они увидели, в общем-то, слаженную работу, быт оленеводов. Нам удалось побывать на национальном празднике Харна-Яля, День Ворона. Они увидели, как соревнуются оленеводы в гонках на оленях-упряжках. Причем я считаю, что у этого праздника очень большое будущее, потому что он проходит в национальном ненецком поселке. Здесь и соединение природы, и колорита ненецкого поселка. Я думаю, что и понравилось. Ну, и одной из изюминок этого праздника стало, что в премии Сеймиш выступили свои национальные песни. У нас была встреча с жителями поселка, где также индейцы, они познакомились с местными жителями. Ну, и я запомнил такой момент, когда они исполнили свою песню, мелодию. Подошла одна из жительниц поселка, и она сказала, что в этой песне из Сеймиш она услышала знакомые слова. Даже так. А как вообще воспринимала публика жителей поселка? Ну, аплодисментами. То есть везде, где выступали Сеймиш, выступали они много, и в Чуме, и в спорткомплексе, и в общем, где только они выступали, везде это был теплый контакт. Также было, допустим, и на встрече со студентами Ненецкого социально-гуманитарного колледжа, где прошла этнографическая лекция, пришло больше 70 человек, студентов, и тоже аплодисменты, фотографии. То есть идея установления побратимских связей между двумя народами, она реализовалась и реализуется. Так, Келли, знаю, что всего два человека из представителей Сеймиш говорят на родном языке, а что вот ваше правительство, ваш департамент делает для того, чтобы его сохранить? Я знаю, что только два человека, которые говорят Сеймиш в комьюнете, поэтому как вы будете реализовать язык, какие методы используются, какие действия используются? Так, просто и для других, мы помогаем тем, что они используются наши языки, то есть информация обучения наших тренировочек, который еще далеко от ученства, которые еще и другие люди делали, что перевязывали, что они говорят. И так же, мы используем те технологии, которые позволили изучать свои языки, которые говорят, эти, что они используются, Прежде всего, мы стараемся записывать представителей старшего поколения, которые говорят на языке, мы записываем то, что они говорят, транскрибируем, и затем пытаемся передавать это знание следующим поколениям. Мы стараемся популяризировать язык среди представителей народа, создаем лингвистические классы и используем интернет, поскольку представители нашего народа также живут в других областях. Мы берем преимущества наших культурных событий и собраниях как место, чтобы использовать нашу язык открытым, чтобы представить себя и научить нашим молодым людям, как вы открываете флор с языком, и какие слова, которые традиционные слова используются, и какие наши места называются в нашем языке. Мы стараемся проводить различные культурные мероприятия, встречи, использовать во время этих мероприятий наш родной язык. Например, мы используем различные фразы вступительные, используя наш язык, рассказываем традиции. Мы также используем язык для именования различных мест. Ян, знаю, что ты по итогу этого проекта собираешься создать фильм. Ну, не ты конкретно, да, но есть такая идея создания фильма «Семиш и немцах». Расскажи подробнее, как будешь ее реализовать. Я скажу так, что просто эта идея пришла также от одного из представителей едининского народа. Наша задача, как экспертов в разных областях, это эти идеи, скажем так, собирать, оценивать и максимально давать им ход. То есть, да, идея такая есть. И я знаю, что эта идея заинтересовала и Семиш, а также тех экспертов со стороны научного сообщества, которое здесь присутствует. Да, я думаю, что до октября, до этого года мы эти идеи, скажем так… Собрать должны. Да, мы должны собрать эти идеи. И я думаю, что, скорее всего, уже с 2019 года, как с нового финансового года, те идеи, которые получат отобрение и согласование со стороны американской, они начнут реализовываться. То есть, в такой гибкий проект вы можете вносить изменения, какие-то дополнительные расходы, дополнительные, связанные с проектами? Ну, скажем так, сейчас это первый этап. То есть, первый этап знакомства, установления отношений, определения направлений проектных. И далее американская сторона, которая сейчас уже ищет дополнительные источники финансирования для развития этих побратимских связей в тех или иных направлениях. То есть, эта работа будет продолжена. И в том числе, вот эта, в принципе, красивая идея документального фильма о быте, о культуре, о традициях, о сохранении традиционной хозяйственной деятельности. Ну, почему нет? Это замечательно. Да, это хорошая идея. Представляешь, сколько ее народ может посмотреть, да, и как в Америке, так и в России. Ну, смотри, вот сейчас представители Сеймиш побывали у нас в гостях, да, они поедут домой. Ну, главная задача, чтобы они же как можно большим людям рассказали, да, о нашем народе, да, о нашем опыте. Как это будет реализовываться? Через какие-то публикации, статьи, газеты, программы? Ну, конечно, именно так. То есть, здесь очень важна, конечно, и роль средств массовой информации. Во-первых, чтобы люди узнали о нашем проекте, что об этих идеях развития сотрудничества можно думать, можно их направлять нам, в частности, мне, как представителю российской стороны. Я думаю, что коллеги Сеймиш, из племени Сеймиш, они здесь получили ту информацию, которая позволит им передать эту информацию представителям племени у себя на родине и уже сформировать делегацию следующую, то есть, которая приедет уже в НАУ, именно по тем направлениям, которые будут дальше культивироваться. А наша делегация когда нанесет ответный визит? Ну, наша делегация приедет уже, уже не так много осталось времени, то есть, это июль. В июле мы это. Да, да, то есть, июль этого года, то есть, мы планируем принять участие в традиционном празднике, скажем так, праздник-культурное мероприятие, переход на каноэ, по местам, скажем так, в том числе по священным местам, ритуальным местам. А сколько человеку идут в делегацию? Ну, на этот раз, ну, это не так много, но это связано с ограничениями проекта, да, но всего у нас будет три человека, то есть, пока это будет два представителя из НАУ, но мы надеемся, ну, на самом деле, вот та работа, которая проходит сейчас, она не менее, а даже более важна, что американские эксперты и представители коренного народа присутствуют здесь и собирают информацию непосредственно на тех встречах, которых прошло очень много. Я могу сказать, что, ну, по моим оценкам, ну, во всех переприятиях приняло, ну, я не знаю, больше, ну, не знаю, больше, ну, по крайней мере, о проекте узнало очень много людей, это сотни человек, может быть, тысячи, а то, что мы на встречах присутствовало там больше 200-300 человек, то есть, в ходе этой двухнедельной работы, это уже результат, то есть, это, ну, это говорит об охвате проекта, ну, и, да, вот эти два человека от НАУ плюс ваш покорный слуга, то есть, мы, на самом деле, мы также будем транслировать ту информацию, которую мы получаем и аккумулируем, и дальше будем давать ей ход. А уже известно, кто поедет из представителей? Ну, вы знаете... Это представители власти или вот вообще? Нет, это, скажем так, представители НАУ, это ненцы, которые занимаются сохранением культуры, они в том числе занимаются в том или ином виде журналистской деятельностью, они занимаются вопросами сохранения культурного наследия, имеют опыт творческой деятельности, в частности, в области фильмографии, и, то есть, плюс, одна из них танцует, а вот одна из них, что немаловажно, поет на Неневском, поэтому культура НАУ будет представлена, что немаловажно. А на следующий год в рамках проекта какие мероприятия планируются? Ну, сейчас план проекта до октября состоит в том, чтобы состоялся, а, ответный визит, и, а, б, должен быть определён как минимум один пилотный проект, но если их будет два или три, это будет очень оптимистичный результат, если мы до октября определим не один, а более проектов, которые получат развитие. Но это не значит, что в октябре работа остановится, то есть она пойдёт дальше. Я думаю, что коллеги в ваших других выпусках об этом расскажут больше. Я вам скажу, пожалуйста, знаю, что вас снимали наши коллеги с федерального канала, да? Расскажи, что это будет? Документальный фильм или передача? Ну, к сожалению, эфир федеральных вестей настолько жёсткий, что это будет двухсюжет, который будет... В рамках новостей, да? Да, в рамках федеральных новостей, две с половиной минуты, где будет как раз показана встреча и контакты с эмиш и племени и ненцев. Ну, конечно, то есть основная идея будет о том, об установлении этих дружеских связей, о том, как нас объединяют бубны, песни... Лосось. Лосось. Как нас объединяет... Как ненцев и эсэмиш объединяют любовь к природе, к истокам. Да, ну и этот сюжет выйдет на следующей неделе, уже в федеральной сетке вещания. Но это, кстати, не единственный сюжет, который коллеги сделали, то есть уже, вот я знаю, что в понедельник вышел сюжет о празднике в Нельминнос, о гонках на оленях у пряжка. Вот он... И всем очень... То есть были очень положительные отзывы и, мне кажется, и неплохой рейтинг. Ян, скажи, пожалуйста, вот как ты видишь развитие этого проекта? Ведь всегда у нас такие далеко идущие шаги. Может, какое-то мероприятие ты хочешь реализовать? Может быть, совместное? Скажу так, здесь мы работаем в команде, то есть мы... Все решения принимаются коллегиально и экспертно. Я думаю, что, конечно, на экспертном уровне мы определим, то есть те проекты, которые будут двигаться, двигать этот проект далее. Ну и, конечно, идей много. К примеру, нами обсуждается идея и культурного события, которое могло бы проводиться на территории округа, которое могло бы быть музыкальным и международного уровня, основанное на музыке коренных народов. Это тоже идея обсуждается, скажем так, развитие событийного туризма. Это тоже мы на внутренних наших экспертных союзиях об этом говорим. Поэтому, если говорить о мероприятиях... Да, то есть вот такая... Это тоже, ну, скажем так, нами проговаривается, что почему бы не сделать, ну, как бы, что-то, что привлекало бы туристов, да, привлекало бы экспертов. Так, допустим, и обсуждается идея культурного обмена, то есть обмена коллективами, творческими группами. Это тоже всё, как бы, всё возможно. На самом деле, да, это здорово, это бесценный опыт. Я хочу сейчас обратиться к Келле. Келле традиционно в нашей программе желает что-то хорошего жителям Нинецкого округа. Да, можешь пожелать. So, this is a traditional of our program when guests wish something to the people living in Нинец's Autonomous District. So, would you please wish something to people? I hope that the NINET's language continues to prosper and families continue to be able to pass their language on to their young ones. and that this project also continues to cultivate into something much bigger. Hopefully, our communities can collaborate and work on preserving our culture and language together. Я хотела бы пожелать, чтобы нинцы сохраняли свой язык, чтобы они находили возможность передавать знания и язык следующим поколениям. И я также желаю, чтобы этот проект превратился в что-то более большее, более крупное. и чтобы мы развеяли дружеские отношения. Ну, я думаю, у нас все получится. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Будем ждать вас еще раз в гости. Напомню, что это была программа «Актуальное интервью». И говорили мы сегодня об уникальном проекте, который реализуется в округе. Это обмен опытом в области науки, культуры и бизнеса между двумя народами – Сеймиш и Нинцев. До новых лет!